Добрый день всем участникам образовательного процесса, учителям, педагогам, учащимся. Подскажите, как меня видно, слышно? Если все в порядке со звуком и с видео, то мы с вами начнем работать. В чате, пожалуйста, напишите. Вот тут вот внизу у вас есть чат, оставите комментарий. Или здесь вот можете добавить комментарий, и если все в порядке, то начнем работу. Вижу плюсики, да? Есть вот тут где-то. Хорошо слышно, все хорошо, отлично. Сегодня это уже четвертый день. Ну давайте начнем представлюсь. Меня зовут Альмагомбетова Лейла Сериковна. Я заместитель директора по учебно-методической работе североказахстанского филиала ОРЛИУ, институт повышения квалификации. Сразу скажу, что для нас поручение МОН провести такие вебинары немножко нестандартные, потому что основная наша аудитория – это все-таки педагоги. Но за эти четыре дня, сегодня это четвертый вебинар, мы уже поднаторели, поняли, что волнует общественность, что волнует родителей, и максимально постараемся ответить на все вопросы, которые возникнут у вас в ходе вебинара, по организации учебного года на 2020-2021 годы, в частности, дистанционного формата обучения. Сегодня для города пройдут три таких вебинара – в 11.30, 14.00 и в 15.30. Сразу говорю, что вот эта ссылка, по которой сейчас вы прошли, участвуете в этом вебинаре, будет сохранена запись по ней, и она будет активна и через час, и через два, и через день, и через три. То есть, если вдруг вы захотите заново прослушать, или чтобы кто-то из ваших знакомых, родителей, учителей, учащихся услышал сегодняшнюю информацию, вы просто направляете эту же ссылку, и она будет активна, то есть запись сохранена. Кроме того, те вопросы, которые вы сегодня зададите, постараюсь, конечно, максимально ответить, но если вдруг будут вопросы, на которых я не смогу ответить по объективным причинам, потому что до сих пор еще нет информации или не принято решение, в любом случае, и отвеченные, и не отвеченные вопросы, я отправляю в колл-центр управления образования, где они формируют ответ в письменном виде, и направляю ответственность. В данном случае я буду в городской отдел направлять, чтобы они разослали по школам ответы, там уже каждый родитель получит, ну, в ортовском таком простом варианте, где будут вопросы и ответы. Ну, подвольте начать работу. Работа будет следующим образом строиться. Сначала я вам предоставлю всю информацию, которую дает МОН о том, как будет организован учебный год на 2020-2021 в дистанционном формате, первой четвертью в частности, да, и дам конкретные методические рекомендации по сопровождению детей в обучении в дистанционном формате. Это такие рекомендации, как безопасность за компьютером в сети интернет, организация рабочего места режима дня, также учет индивидуальных возрастных особенностей детей и непосредственно сопровождение детей в дистанционном формате. Ну, от города мы ждем активного участия и просмотров. Я знаю, что город, он более активен, чем районы. Тем не менее, от районов очень много вопросов поступало. Думаю, сегодня будет очень много вопросов, поэтому формат стараемся уложиться в 40 минут с вопросами, поэтому буду говорить четко, кратко и быстро. Итак, начнем с Министерства МОН. Итак, как вы знаете, первая четверть 2020 года, 2021 учебного года начнется в дистанционном формате за исключением отдаленных малокомплектных школ с благополучным эпидемиологическим фоном. Также по заявлению родителей будут работать дежурные начальные классы, то есть с 1 по 4, не более 15 человек в группе с соблюдением всех санитарных норм. Сразу предупреждаю вопрос. Если в классе 25 детей, и все дети написали заявление на обучение в дежурном классе, как тогда быть? А быть следующим образом. Учитель будет делить группу на 2 подгруппы, допустим, в одной 12, в другой 13, и обучать их в разное время. Если в классе 25 детей, 20 написали заявление на дежурный класс, 5 написали на дистанционном. Действия учителя. Он делит тех 20 детей на 2 подгруппы, обучает первую подгруппу в одно время, вторую подгруппу в другое время, 5 оставшихся детей учит дистанционно. Что это говорит? Уважаемые родители, это говорит о большой нагрузке, которая ляжет сейчас на плечи каждого учителя начальных классов. Поэтому просьба большая отнестись с пониманием, не забрасывать миллионами сообщений, то есть отнестись с пониманием, что в данное время учитель постоянно будет в первую четверть однозначно работать в авральном режиме. Поэтому нужно сейчас нам поддержать наших педагогов, которые будут работать, если оказалось так, что весь класс захотел работать в дежурной или еще как-то, и ему придется работать по два раза со своим классом. Дальше. Всего дистанционно будет обучаться на данный момент такая цифра 2 млн 614 школьников или 79%, то есть это учащиеся с 5 по 11 класс и те учащиеся, которые не захотели учиться в дежурном классе. В дежурных классах на данный момент родители 530 тысяч учащихся написали заявление на обучение в дежурном классе, это порядка 17% школьников. Цифра может поменяться, потому что на данный момент еще какие-то родители такие заявления, может быть, пишут. Кроме того, 4% учащихся будет обучаться в традиционном формате, это 150 тысяч школьников. Это вот эти отдаленные малокомплектные школы, где мало детей в классе, где хорошая эпидемиологическая обстановка. Напоминаю, что необходимо для обучения в дежурном классе написать заявление на имя директора школы. Я думаю, большинство из вас уже такие заявления написали. Дальше. Как будут другие организации образования работать? Дошкольные организации 17 августа, то есть с понедельника, начинают работать в режиме дежурных групп. Для того, чтобы в дежурную группу попасть в понедельник, вам нужно иметь справку об эпид-окружении чистом у педиатра своего и соскоп на яйциклист. По крайней мере, вот сейчас воспитатель, вот перед тем, как я начала с вами бюдер, воспитатель моей группы в детском саду написала. Ну, я предусмотрительная мама узнала, что 17 августа уже вот когда позавчера, да, сказали, что будет открываться, скорее всего. Вчера мы уже сдали такой анализ и взяли, сегодня идем брать такую справку, то есть в понедельник, если все будет нормально, то есть мои дети пойдут в садик. Как будут работать специальные организации образования по МПК и так далее? По заявлению родителей, возможно, индивидуальное сопровождение, прием по предварительной записи, либо онлайн-консультацию. То есть они будут работать либо онлайн, либо по предварительной записи индивидуально. Также начинают свою работу 17 августа организации дополнительного образования, а также либо в онлайн-формате, либо работа индивидуально, либо работа в малых группах не более пяти человек с соблюдением всех норм. Пока нет решения по интернатным организациям. Четвертую четверть, насколько вы помните, они учились дистанционно, по первой четверти решения еще окончательно не принято. Организаторы учебного процесса в колледжах. Я думаю, среди вас есть и те, у кого дети уже в колледже учатся. Обучение будет проходить дистанционно, 100%, за исключением технологических, технических, аграрных направлений, а также медицины и искусства. Какое исключение? То есть 60% лекций и семинарских занятий будет проходить дистанционно в режиме онлайн, вот как мы сейчас с вами разговариваем. И 40% это лабораторные занятия практически в очном режиме производственной практики при соблюдении всех норм, не более 15 человек. Сейчас уже обновлены платформы для обучения в колледжах. Вы видите вот на сайте здесь, да, какие платформы у нас существуют, через которые можно обучаться. В вузах также стопроцентное дистанционное обучение, но возможно проведение лабораторных практических занятий в очном режиме 30%, то есть занятий с соблюдением всех норм. Что сейчас делается, сделано, да. Уже в июле 7000 директоров и 12000 завучей прошли обучающие вебинары по дистанционным технологиям обучениям. Как строить такой процесс обучения? Кроме того, сейчас все педагоги страны в 100% количестве, в 100% охвате проходят курсы «Учусь учить дистанционно», где всех педагогов знакомят со всеми необходимыми технологиями, со всеми необходимыми платформами, а также методикой конструирования уроков в дистанционном формате. То есть если четвертая четверть застала всех участников образовательного процесса врасплох, то есть по сути многие педагоги к этому готовы не были, так же, как и многие родители учащиеся, то за летний период Министерство образования, предусмотрев эти риски, уже провели эти вебинары, сейчас проходит обучение. К 1 сентября все учителя такое обучение закончат, и уже смогут продвинуто пользоваться платформами, соответственно, выходить на связь с детьми не просто вот как в четвертой четверти, это было вот в WhatsApp, да, как бы несерьезный такой немножко уровень, это будет уже на более серьезном уровне, будем использовать вот такие платформы. Конкретной одной платформы, которую нужно использовать, не установлено, вы используете любую платформу, которая вам нравится и удобно. Хотите пользоваться Zoom, пожалуйста, хотите пользоваться вот так вот, YouTube, как я сейчас вам вещаю, пожалуйста, да, хотите использовать Google Class, Microsoft Teams, проблем нет. Это на усмотрение каждого учителя, какая ему платформа, ему нравится, и как там, как они решили с классом, с родителями, какая наиболее удобная и приемлемая форма. Также 1 сентября, день знаний праздник, пройдет в дистанционном формате. Обеспеченность компьютерами и интернетом. Установлено, что к началу учебного года будут переданы учащимся для дистанционного обучения более 500 тысяч компьютеров. Это, конечно же, семьи, которые нужны, дети-сироты, в общем, это дети из социально уязвимых слоев населения, многодетные дети, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями и так далее. Что делается для модернизации действующей системы? Во-первых, заработал портал Министерства образования и науки онлайн онлайн-эдуки.зет. Вот сейчас я вам покажу его. Вот он онлайн-эдуки.зет. Здесь выложены уроки за четвертую четверть и будут выкладываться те уроки, которые будут транслироваться на телеканалах. Сюда, если вдруг по телевизору ребенок не сможет посмотреть или неудобно, или еще что-то, он сможет смотреть на этом портале данные уроки. Ну, кроме того, тут будут трансляции, еще какие-то, возможно, добавятся. Пока вот предметы вот вы здесь видите. Ой, извиняюсь, не с того слайда начала. Кроме того, уже тоже за этот период была проведена работа и очень много компаний предоставили разработки платформ казахстанских разработчиков. То есть семь казахстанских платформ, не зарубежных наших, которые работают в бесплатном доступном режиме. Я думаю, вас ознакомят с ними учителя уже, которые будут по ним работать. И вы сможете... То есть Zoom у нас, да, и платная версия, бесплатная версия до 40 минут, или если учителю неудобно вот в такой бесплатной версии работать, он может воспользоваться казахстанскими платформами, которые работают бесплатно, тоже в аналогичном формате, как и Zoom. Телевизионные уроки будут транслироваться... Заметьте, да, телевизионные уроки – это дополнительный ресурс для обучения, не основной. Телетрансляция будет через каналы Альфа-Раби и Елиарна. Если где-то в каких-то районах, регионах, в городе нет такого канала, то будет ретрансляция идти через каналы, вот идет, да, ретрансляция Хабар, Казахстан, Отау и так далее. То есть в любом случае доступ будет обеспечен всем. Кроме того, как я сказала, эти уроки будут размещены в интернете, то есть если вы не смогли их посмотреть, в любое удобное время вы смотрите эти уроки. Обеспеченность учебниками. К 25 августа Министерство образования и науки заявило о том, что все школы будут 100%, все учащиеся, обеспечены учебниками. Сейчас пока проблема по 11 классу, потому что не успевает типографию печатать. По другим классам проблемы нет. Вот лично мой ребенок уже получил учебники за 3 класс. В любом случае электронная версия будет доступна по QR-кодам. Как будут выходить из поэтапного, из дистанционного формата поэтапно? Министерство как планирует выходить? Первый формат, ну это дистанционный, вот то, что мы начнем с 1 сентября с вами, да, первая четверть. Дальше по улучшению эпидемиологической ситуации, если она будет улучшаться, выход из дистанционного формата будет выглядеть следующим образом. Сначала будет комбинированное обучение, когда все учащиеся начальных классов, то есть уже будут работать не в дежурных классах, а в обычном формате, это начальные классы. Пятый, одиннадцатый классы продолжат работать дистанционно. Потом, опять же, еще при улучшении эпидемиологической ситуации, с 1 по 11 класс начнут работать в штатном формате, за исключением, что некоторые предметы, возможно, будут идти онлайн. И уже полный переход на обучение в штатном режиме, но на всех этих этапах обязательно соблюдение всех необходимых санитарных норм. Это вот та информация, которую министерство предоставило для ознакомления родителей. Кроме того, хочу напомнить, что у нас действует в области ряд колл-центров в каждом районе. И городской колл-центр, вот, 715-235-007. Если вдруг на какие-то вопросы вы не сможете получить ответы, или у вас появятся позже, да, вы можете звонить в этот колл-центр и обращаться. Вы все, наверное, видели, буквально позавчера, Комар Аксакалов о Кимобласти выступил на брифинге с заявлением о том, как пройдет обучение в нашей области в первой четверти. Я озвучила такие цифры. Всего у нас в области школ 477, 75 тысяч школьников и порядка 9 тысяч первоклассников. При этом 15 тысяч компьютеров, ноутбуков будут переданы учащимся из социально уязвимых слоев населения для организации дистанционного обучения. Также такие компьютеры получат 373 педагога. Уже 437 организаций образования подключены к интернету. Есть 133 школы до конца этого года, также будут подключены к интернету. По вопросу организации, да, школьные столовые для эпидемиологической ситуации, не ухудшения ее, работать не будут. И учителя будут вести работу из кабинетов. Те учителя, которые не входят в группу риска, то есть младше 65 лет. И не заболеющие какими-то сопутствующими заболеваниями. Школьная форма в этом году не нужна. По желанию родителей. Если вы хотите, вы покупаете. Если нет, то обеспечивайте просто какую-то удобную и классическую одежду, чтобы это не было короткие мини-юбки какие-то или яркая, цветастая, отвлекающая одежда. То есть строгая одежда, в которой будет удобно заниматься ребенку. Можно я посмотрю количество подключений, все ли в порядке у нас со звуком. Ну, почти полторы тысячи смотрят. Очень много вопросов. Не знаю, как получится ответить. Буду максимально стараться. Сейчас вот я максимально выдам материал. Теперь я перейду к рекомендациям, которые желательно родителям соблюдать. Почему говорю желательно? Потому что вот работая с этими районами, 4-й день, 4-й день, когда мы работаем, столкнулись с тем, что, естественно, у родителей есть негатив. Тут вас кто обвинять будет? Я сама родитель, сама с таким сталкивалась. Негатив в том плане, вот мы на работе. Как мы соблюдем эти рекомендации? Я тоже на работе. Я тоже не все из этих рекомендаций, хотя практически составитель, автор, не все могу соблюсти. Почему? Действительно, вы на работе, и ситуация у всех разная. Кто-то дома мама в декрете, у кого-то неполный рабочий день, кто-то просто дома сидит, потому что другие члены семьи могут обеспечить семью. То есть у всех ситуация разная. И не дать эти рекомендации мы просто не можем и не имеем права. Мы обязаны дать рекомендации. А что с ними делать и насколько вы сможете их реализовать, это уже в каждой семье индивидуально решится. Возможно, у вас есть даже больше какие-то рекомендации, потому что на опыте четвертой четверти у каждой семьи возникли свои рекомендации, свои лайфхаки, которыми могут делиться. Можете даже в чате писать, это будет нам очень интересно. Но вот такие общие рекомендации, которые мы основали на рекомендациях ЮНЕСКО и казахстанском опыте обучения, мы разработали и вот сейчас, сегодня делимся. Итак, в первую очередь, рекомендации по организации безопасности при работе с компьютером и в сети интернет. Необходимо на то устройство, на котором будет работать ребенок, установить программы родительского контроля. Ну, вот я знаю, что Казактелеком такую программу предоставляет. Либо вы можете скачать ее в интернете, есть они бесплатные, платные, есть в плей-маркете можете скачать программы родительского контроля. Что они позволяют, эти программы? Во-первых, они лимитируют работу в интернете. Во-вторых, вы будете видеть, какие они сайты посещают. В-третьих, вы сможете контролировать, чтобы они не могли выйти на сайты с сомнительным содержанием, чтобы они не могли получать анонимные сообщения от неизвестных людей. То есть, в принципе, вы сможете контролировать, что делает ваш ребенок и обезопасить его, если вы установите такую программу. Сейчас тоже некоторые начнут задавать вопросы, а я не умею пользоваться интернетом, я не знаю, как программу, что я сделаю. Все видео, которые устанавливают эти программы, есть в Ютубе. Ну, Ютуб, я думаю, все могут, да, нажать на смартфоне или на компьютере, нажимаете Ютуб, либо попросите кого-то показать и набираете, как установить и пользоваться программой родительского контроля. Такие видео в интернете, в общем, доступе есть. То есть, сложности не должно возникнуть. Также там есть видео, что оно дает и как пользоваться конкретными этими программами. Также, естественно, нужно следить за тем, чтобы ребенок не переудомлялся. Работа за компьютером, да, это большая нагрузка для глаз, мы это все понимаем. Также нагрузка для позвоночника. Поэтому приучите детей к следующим моментам, да, рекомендациям или как. Безопасная работа за компьютером, непрерывное время работы. Для первых и четвертых классов это 15 минут, для пятых и седьмых – 20, и для восьмых – 11, 25 минут. Что это значит? Что после каждого видео урока приучите детей делать гимнастику для глаз. Независимо, учится он в первом классе или в одиннадцатом. Глаза устроены у всех одинаково, это всех касается. Делайте гимнастику для глаз. Самые простые упражнения какие? Моргаем быстро, часто-часто. Закрываем глаза, отдыхаем до пяти, считаем, открываем. Упражнение еще одно. Скрепко зажмуриваемся, считаем до пяти, открываем. Еще одно. Вытягиваем руку, смотрим на указательный палец вдаль. Так несколько раз. Кроме того, вы можете рисовать восьмерки глазами, круги открытыми, закрытыми. То есть отдыхаем от компьютера после каждого видео урока. После двух-трех видео уроков или после где-то час-полтора работы делаем перерыв, делаем физминутку. Это вращение головой, корпусом, махи, руками. Самое простое упражнение, которое я использую, это поднимаем плечи и резко бросаем. То есть все, кто работают за компьютером, это очень хорошее упражнение. Кроме того, необходимо, конечно же, следить за временем проводения в интернете. Помимо учебных занятий, если ваш ребенок проводит 2-4 часа в интернете, помимо учебных занятий, то можно говорить о компьютерной зависимости, об интернет-зависимости. Это очень сложно психотерапевтически исправить. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание. Вот те вот программы родительского контроля, как раз таки, даже если вы на работе, они будут вам говорить, что ребенок в интернете. Ребенок в интернете на таком-то сайте. Вы это все увидите. Поэтому тут будьте, пожалуйста, внимательны. Следующие рекомендации по организации режима дня и рабочего места ребенка. Ну, понятно, что вот эту рекомендацию многодетным детям очень сложно использовать. Даже у кого двое детей, трое школьников. Надо постараться создать у каждого ребенка индивидуальное рабочее место, где не будет ничего лишнего. Это будет вот как в школе парты. Это вот дома будет у него стол с компьютером и необходимыми школьными принадлежностями. Как должно быть это устроено? Откуда должен падать свет? Вы видите на слайде. Желательно, чтобы это было около окна, чтобы он правильно сидел, ровный корпус был и так далее. Кроме того, рекомендуется, чтобы дети приучились заниматься в соответствующей одежде. Никаких пижам, никаких трусов с голым торсом, чтобы он понимал, что он учится, занимается учебой, поэтому нужно соответствующе выглядеть. То есть настроен быть на рабочий лад. Из комнаты необходимо брать все раздражающие предметы, будь то кошка или смартфон. Исследованиями доказано, что если в комнате находится смартфон, даже если он выключен, дети хуже решают математические задачи, делают разбор слов. Даже по себе знаю, я когда пишу статью, рядом лежит смартфон, у меня есть всегда желание отвлечься и посмотреть, я не написал ли мне кто-нибудь что-нибудь. Поэтому смартфон убираем. Конечно же, необходимо планировать день, составить расписание для детей. Желательно, чтобы оно соответствовало тому расписанию, по которому раньше ребенок ходил в школу, чтобы у него уже сформировался рабочий день и дисциплинированность. И теперь переходим к рекомендациям по сопровождению содержательному. Вот эти рекомендации самые сложные в том плане, чтобы предыдущие не больше такого технического были плана. Парту, дома стол выделить, одежду предусмотреть. То есть тут можно один раз объяснить ребенку, если все нормально, то он там дальше пойдет. То вот эти рекомендации сложнее всего родителям их придерживаться. Во-первых, необходимо соблюдать спокойствие. Мы все столкнулись в четвертой четверти, что все родители очень много потратили нервных клеток при организации помощи детей в выполнении домашних заданий, выхода в интернет и так далее. Но главное соблюдать спокойствие у спокойных родителей, спокойные дети. Если вы сталкивались с тем, что при объяснении учебного задания вы видите, что вы не можете объяснить, ребенок не понимает вас, вы начинаете нервничать, переходить на крик, что вы делаете, вы останавливаетесь и звоните учителю. Есть видеосвязь, есть просто телефонный звонок, есть различные способы выхода. Прямая обязанность именно в объяснении учебных заданий – это учителя задания. Тем более, если раньше в четвертой четверти, напоминаю, что все были учителя, педагоги были врасплох, их застали тем, что дистанционное обучение. И были уроки на каналах, и потом в основном это были задания в WhatsApp, в чате, и все на этом. То сейчас уже так быть не должно. Все учителя проходят курсы, знают все платформы. Поэтому сложные темы, вообще любые учебные темы. Учитель может выходить, организовывать хотя бы минимально вот такую связь. Вот эта связь очень удобная тем, что эта запись сохраняется, не нужно никаких дополнительных программ, не нужно дополнительных никаких микрофонов, ни к компьютеру, ни к телефону, смартфону. Вот очень удобно. И объясняет тему, делает презентацию самостоятельно. Потому что те уроки, которые будут транслироваться на каналах Елерна и Альфа-Раби, они сделаны для среднестатистического учащегося. В каждом классе, особенности свои, у каждого педагога он знает свой класс. Где-то дети более сильные, где-то более слабые, где-то подвижные, где-то есть дети с особыми потребностями. Ну, то есть нюансов множество. И только учитель каждого конкретного класса их знает и может организовать. Поэтому не надо довольствоваться уроками телеканалов. Выходите на связь с учащимися с помощью образовательных платформ и онлайн-платформ. Доводите сведения, раскрывайте учебные темы, лично разрабатывайте уроки. Тоже эти курсы вы прошли и знаете, как разрабатывать дистанционные уроки. Сейчас я вам дальше покажу маленький фрагмент дистанционного урока, который мы разрабатывали здесь в Орлео. Кроме того, ознакомьтесь с теми платформами, на которых будут учиться ваши дети. Регламентированных, жестко регламентированных платформ нет, но если педагог конкретно определил, по которым будет проходить образовательный процесс, то, пожалуйста, с ними ознакомьтесь. Кроме того, снизьте общий поток информации. Вот это всем совет. Сейчас мы все подписаны на множество групп в Инстаграм, да, где повторяется информация. Чаще всего она негативная. Соответственно, вызываем тревожность, негатив, раздраженность и так далее. Отпишитесь, одну-две группы информационные оставьте, этого достаточно. Они все друг друга дублируют. Выходите один-два раза в день. Все. То есть снизьте эмоциональную нагрузку на себя и на своих детей. Конечно же, предусмотрите периоды самостоятельной активности. То есть он же не будет весь день за компьютером сидеть. Чем он еще может дома заняться? Подумайте над этим, по крайней мере. То есть возможности есть, да. И вот я говорила о том, что мы разрабатывали уроки. Естественно, нужно предусмотреть контент. Филиалы Орлео по всему Казахстану разработали уроки. Это вот сейчас как бы как новость для всех педагогов, кто не знал. Для всех уроков первой четверти по всем предметам разработаны уроки. Они расположены в открытом доступе и уже расположены в YouTube на образовательном канале Орлео. То есть, по сути, вы выходите вот в YouTube, набираете здесь Орлео, поиск, и выйдет вот эта вот страничка с уроками. Тут кроме уроков еще есть ЦОРы и уроки четвертой четверти. Но нас больше волнует первой четверти и ЦОРы. Поэтому вы нажимаете все плейлисты, и вы тут видите контент уроков. Первый и четвертый класс с казахским обучением, языковым обучением, пятый и одиннадцатый с казахским, с русским. Ну, мы сейчас с русским, да, говорим. Вот с первой по четвертый класс, пожалуйста, есть. Вот он, да? Ну, вот как-то у нас не совсем оказывается. Вот с русским языком пятый и одиннадцатый класс. И вот пятый и четвертый. Математика, математика второй, математика третьей, математика четвертой. Обучение грамоте первой. Причем, хочу сказать, что это все уроки, абсолютно все. То есть если в четверти по учебному плану, по какому-то предмету 8 уроков, то все 8 уроков разработаны, выложены в общем доступе. Сейчас айтишники не успевают выкладывать все, но к первому сентябрю они будут выложены все за всю первую четверть. То есть, по сути, педагог сейчас должен отсмотреть уроки по своему предмету на этом канале, выбрать, возможно, какой-то он может прям 100% использовать, зная особенности своего класса. Возможно, в каком-то он возьмет просто какие-то задания и скажет детям, вот посмотрите этот урок на таких-то, таких-то минутах, выполните вот такие-то задания. Вот эти уроки отличаются от тех, что будут транслироваться на телеканалах. Здесь очень много активных стратегий обучения, очень много таких заданий на активизацию мыслительной деятельности. И чтобы не быть голословной, хочу показать урок буквально маленькую, вот внутри минутки учителя, который с нами разрабатывал этот урок, Никулин Сергей Владимирович, учитель северной истории, это урок 10 класса, чтобы вы понимали, что на самом деле может учитель в дистанционном обучении, что это не только просто WhatsApp-задание. Учитель может больше гораздо дать учащимся в дистанционном формате, если он будет действительно заинтересован в качественном обучении. Конечно, будет учителю сложно записать, вот тут у нас в студии это происходит, то у нас не профессиональная студия, мы просто красиво оформили кабинет и так далее, как студия выглядит. Вам же не обязательно это делать, вам достаточно сделать хорошую презентацию, и сделать хорошее голосовое сопровождение. Или вообще не надо ничего записывать, просто делать презентацию и выходить на такое общение с детьми, вот с таким материалом, чтобы увидеть, какие есть на самом деле возможности, а не пользоваться одним WhatsApp-ом заданием. Хочу показать такой вот кусочек урока. Я вот в предыдущей группе рассказывала. Это вот 10 класс, тема «Мировые религии и развитие цивилизации». Здравствуйте, ребята. Однажды в мою дверь позвонили. За дверью я обнаружил двух аккуратно одетых, старательно улыбающихся молодых людей. Они спросили, что я думаю о том, куда движется мир, и предложили поговорить о Боге. А вы оказывались в таких ситуациях? Обращались ли к вам незнакомцы с предложением поговорить на религиозные темы? Разве так вели себя верующие в прежние времена? Не кажется ли вам, что в современном мире религии изменяются вместе с обществом? Как вы думаете, изменится ли роль религий в течение вашей жизни? Будут ли они играть большую или меньшую роль в обществе? Мы с вами проанализируем, как изменяются религии в наше время, каковы тенденции их развития, оценим влияние деструктивных течений и степень их опасности. Сегодня мы продолжим выявлять причинно-следственные связи и делать обоснованные выводы и умозаключения. Это действенный способ развития ваших аналитических способностей. Давайте сравним, как изменилась роль религии в жизни общества в настоящее время. Пользуйтесь вашими знаниями по истории и вашими представлениями об особенностях общественного сознания в разных странах. Если испытаете затруднения, воспользуйтесь учебником в электронном виде. Вот ссылки. Кроме учебника рекомендую видеокурс «История Бога». Можете воспользоваться любыми источниками из сети интернет, но помните о необходимости взвешенного критического отношения к информации. Но, как вы думаете, можем ли мы считать объективной информацию с сайтов религиозных конфессий и течений? Выберите верные утверждения из списка, характеризующие тенденции развития религий в нашу эпоху. Тенденция – это отчетливо проявляющееся направление в развитии. Одно событие – это еще не тенденция. Если вы выполнили одно задание при просмотре этого видеоурока – это еще не тенденция. А вот если вы ставите на паузу видео и выполняете каждое задание каждого урока – это отчетливая тенденция. И она свидетельствует о том, что вы делаете это не ради оценки, а исключительно ради удовольствия поискать решение. Отточить свои мыслительные способности. Ну вот, видите, да, это вот один из уроков «Всемирная история», который мы разрабатывали совместно с учителем Никулиным Сергеем Владимировичем. То есть, в принципе, любой учитель сейчас, обладая теми навыками, которые вы получили на курсах повышения квалификации, можете самостоятельно разработать такой дистанционный урок, сделать презентацию, подобрать материал. Понимаю, что сейчас большая нагрузка, да, не на каждый, возможно, урок вы сделаете, подробные видео подберете, но сделать презентацию, объяснить, вы ведь так готовились к каждому уроку раньше, подготавливая материал, карточки, если есть видео необходимо, то то же самое благодаря онлайн-платформам, которые сейчас существуют. Сейчас вот тоже за время дистанционного этого обучения все мировые разработчики онлайн-платформ усовершенствовали, в том числе наши казахстанские, теперь у них больше возможностей. Класс внутри той же Zoom можно делить на подгруппы, на подклассы, да, то есть дать задания по пять человек, допустим. То есть можно сделать сессионные залы, можно во всяких Google класс выкладывать задания заранее, устанавливать дедлайн, все это можно, нужно это использовать, а не говорить, что я не знаю, не умею, не видел. Поэтому и в дистанционном формате обучения можно достичь усвоения знаний, ну пусть даже не на 100, но на 80-90 процентов точно. Нужно просто использовать эти платформы, разрабатывать задания, разрабатывать учебные задания в зависимости от потребностей вашего класса и, конечно же, достижения цели программы. Идем дальше. И переходим к учету возрастных и индивидуальных особенностей в дистанционном формате. Это важно знать, потому что в зависимости от того, какой у вас школьник, какого возраста, да, соответственно, вы дадите рекомендации, как ему работать или как вам его сопровождать. Вот младший школьный возраст, чем он характеризуется? Это активное развитие скелета, позвоночника. Значит, самая простая рекомендация – следим за осанкой. Ребенок прямо должен сидеть у компьютера. Дальше это большая подвижность. Они просто не могут посидеть на месте. Это особенность их организма. Поэтому обязательно проводим без минутки упражнения для глаз, делаем перерывы. Дальше у них идет развитие произвольного внимания. И тут нужно помочь им еще развитию воли, чувства воли, потому что учащимся очень сложно понять и довести какие-то учебные задания до конца. Но еще Ушинский в то время давно говорил, да, что не все в учении должно быть занимательным. Есть и скучные вещи, и они должны быть. То есть мы должны отходить от того, что у нас тут все яркое, взрывается, кричит, шумит, да. Дети должны понимать, что учеба – это труд, это работа, да, что если есть учебное задание, его необходимо выполнить. И как вот сейчас в видео сказали, да, не для того, чтобы получить оценку или бал какой-то, а для удовольствия поискать ответ или выполнить задание. Также дети гиперактивные в этом возрасте чаще всего, да. Поэтому гиперактивных детей чаще хвалим. Тут перехвалить невозможно. Не скупитесь на похвалу. Дальше. Когда даете какое-то им поручение или задание, домашнее, учебное, неважно, смотрите прямо в глаза. Если надо, возьмите за руку. И инструкции давайте пошаговые. Например, если большая инструкция по выполнению задания, домашнего, неважно, или по дому, по быту какому-то, делите на шаги какие-то. Например, сейчас ты выкинешь мусор, потом вернешься, помоешь посуду. То есть делите на шаги. Либо вообще сначала он вынесет мусор, потом он придет, и вы скажете ему, помой, пожалуйста, посуду. Дальше средний школьный возраст. Это активное развитие сердечно-сосудистой системы. Чтобы вы знали, сердце развивается в этом возрасте сильнее, быстрее, чем сосуды. Поэтому дети часто жалуются на головную боль, на повышение давления артериального. Поэтому здесь нужно проявить чуткость в этом возрасте. Не переусердствовать, не нервничать, не кричать. Чтобы не отбить желание учиться, потому что у них действительно болит голова, а не потому что они это придумали. Также детям в этом возрасте стремятся понять сущность, причина-следственные связи, явления. То есть им уже недостаточно того, что говорит учитель. Они начинают сомневаться, потому что информационных источников много. Поэтому предлагаем альтернативные материалы для изучения. Вот интересный сайт, озвучу его, jastar.org. Здесь не учебные материалы, а материалы, которые помогут родителям, педагогам объяснить детям те темы, которые обычно вызывают затруднения. Ну, например, буллинг или перфекционизм, социофобия, депрессия, тревога, как вести себя при вымогательстве, что-то в себе ранее беременность. То есть множество видео, на которые есть ответы, очень хорошие, интересные видео, как вести в любой себе ситуации. Вы здесь, на казахском и на русском есть такие видео. То есть сайты, где учебный материал выложен, их очень много. А вот в таких сайтах есть вот такие материалы, их очень мало. Следующее идет развитие абстрактного мышления и логической памяти. Здесь нужно задавать проблемный ребенку вопрос. Например, как улучшить тот или иной предмет или процесс, что это даст. Также вот дети в этот период стремятся самоутвердиться среди одноклассников. Я думаю, вы все с этим сталкивались. Они все смотрят, у кого моднее портфель, у кого лучше телефон. И вот дистанционка в этом плане имеет свой плюс. Так вот провели опрос на о имени Алтонсарина, учащихся в четвертой четверти. И они им указали такие положительные черты дистанционного обучения, как то, что не нужно отвечать перед всем классом. То есть ты ответ шлешь учителю индивидуально. То, что задания выполняешь индивидуально. То, что твои оценки никто не знает. Знаешь только ты. Класс не знает. Два ты получил или пять ты получил, да, или там сколько ты баллов получил. Вот эти очевидные плюсы дистанционного обучения нужно использовать во благо, да, концентрировать детей на учебе, а не на вот этих внешних проявлениях. Конечно, он должен общаться с классом посредством групп ВКонтакте. И так далее. Но вот уже на этом концентрироваться не будет, реберок. Старший школьный возраст – это активная познавательная деятельность. То есть уже основные психические, физические процессы более или менее сформированы. Поэтому здесь уже можно сконцентрироваться на каких-то конкурсах, проектов, исследовательских работах, опытах, экспериментах. Можно тоже посещать сайт дополнительный, вот сайт республиканского центра «Дарын», где все олимпиады выложены. «Айконат», там олимпиады, которые подкрепляются не просто дипломом и сертификатом, там можно выиграть компьютер или обучение в каком-то вузе. Также в этом возрасте, естественно, дети задаются вопросом, о кем я буду. Поэтому нужно помочь с профориентацией. Вот, например, тоже хороший наш казахстанский сайт, где можно пройти профориентационный тест. Вот, например, «багдар.кз» сайт. Здесь можно пройти тестирование, узнать, какие есть профессии. Ну, таких сайтов много. Вот, пожалуйста, пройти тестирование, поиск вакансий, трудоустройства, поиск учебных заведений и так далее. Ну, и таких сайтов множество, где есть профориентационный тестирование. Это казахстанский сайт. Также, естественно, дети в этом возрасте готовятся к поступлению в вуз, поэтому можно зайти на сайт ENT, например, это testcenter.кз. Но в общем виде, да, самое главное, родителям в этот период нужно сконцентрироваться на психологическом содержательном сопровождении учащихся по возможности. И я понимаю, что не у всех получается, но все же в любом процессе надо искать положительное. И дистанционка, понятно, что мы все ее не хотим, и учителя ее не хотят. Она никому не выгодна, потому что она нарушила всю нашу жизнь, все течение нашей жизни. Тем не менее, нужно в любом процессе искать положительное, потому что это не от нас с вами зависит, это зависит от эпидемиологической ситуации. Поэтому вот дистанционка открывает такие возможности, как новые возможности в IT-сфере. Ваши дети научились за четвертую четверть самостоятельно искать информацию, пользоваться программами, выходить на какие-то сайты. Вы тоже много ему научились, тем же Zoom он пользуется и так далее. То есть от вашего положительного отношения зависит, с каким отношением сядет ребенок за компьютер 2 сентября. И 1 сентября он тоже пройдет в дистанционном формате. Если вы будете хаять, говорить, что это плохо, он так и будет относиться. И, соответственно, даже если учитель будет стараться все высылать, все делать, ученик уже будет психологически настроен на то, чтобы, как бы, это плохо, я ничего не усвою, зачем мне это надо. Если же вы будете действительно говорить, это важно, и даже в дистанционном формате можно усвоить. Вот обрати внимание на то-то, то-то. У ребенка будет совсем другое отношение. То есть нам сейчас важно не искать минусы, друг другу ссориться и ругаться. Важно сейчас сплотиться и всем вместе достойно пройти этот период и обеспечить нашим детям, нам, взрослым, показать на своем примере, что можно, хоть и вынужденном, но жить и работать в этом формате на достойном уровне. Итак, это вот все, что я хотела сказать. Теперь перейду к вашим вопросам. Мне даже страшно заглядывать в чат, потому что я видела, что там очень-очень много вопросов. И, я думаю, спама тоже очень много от детей. Так, ну давайте. Это вот спам, как я ожидала. Спам, спам, спам. Так, вот вопрос. Большой вопрос. Зачем это все, если ясно, что очное обучение намного эффективнее? Да, очное обучение намного эффективнее. Это, очевидно, никто с вами не спорит ни в министерстве, ни в педагоге, ни я. Но это вынужденная мера. Напоминаю, помните, в феврале-марте, когда все поголовно начали болеть, и дети, и маленькие все. Во всех соцсетях Петропавловска было написано «Закройте школу на карантин». Да что же это за издевательство? Закройте школу на карантин. То есть вам всем было важнее здоровье ваших детей. И это правильно. Так и должно быть, чтобы вам было важнее здоровье ваших детей. И когда уже вынужденно закрыли, да, в апреле на карантин по коронавирусу, мы неделю посидели, две, три, опять начали. А зачем вы закрыли? Откройте нас, ну, как бы, можно сказать, людям не угодишь с одной стороны, с другой стороны. Но все это решает эпидемиологическая ситуация. Как только она улучшится, все будет открыто. Не переживайте. Так, дальше. Учителя не будут на связи. Их скоро совсем освободят. Они будут совсем не нужны. Наши дети будут через телевизор, компьютеры. Нет, конечно же нет. Учитель также выполняет свою функцию. Еще раз говорю. Учителя обучились на курсах сейчас. Они должны использовать программы, платформы, не довольствоваться только уроками по телевизору. Ну, на мой взгляд, это некачественное отношение, непрофессиональное отношение со стороны педагога, если он будет довольствоваться только тем, что ребенок его класса посмотрит урок по телевидению. То есть ты хороший учитель, должен будет отсмотреть этот урок, дать дополнительные материалы, выйти на связь с ребенком, показать, возможно, урок с образовательного канала «Урлео», посоветовать какую минуту, дать дополнительные задания, обеспечить обратную связь. Так, дальше. Силе предметы будут вести с дистанционной физкультуры, пение, рисование. Ну, вот на этот вопрос, к сожалению, ответить пока не могу. Точной информации нет, передам его в колл-центр. Так, дальше. Онлайн-обучение. Каждый должен выполнять свои функции. Учитель учит, родитель обеспечивает. Учитель очно. Ну, это не от учителя зависит. Вот я уверена, если бы учителя могли решать, и их желание бы учитывалось, да, и была бы педагога, они бы все сейчас с удовольствием 1 сентября побежали учить вас очно. Поэтому я еще раз настаиваю, что идти, пожалуйста, в любом процессе, даже пусть вам кажется самым негативным, что-то положительное, потому что не от нас это с вами зависит. Как я понимаю, на этом цифровое онлайн-обучение заканчивается. Ну, да, рекомендую, да, то, о чем взрослые могут, не могут из себя дистанционной работы организовать, а дети. Ну, вот я не согласна здесь тоже. Я тоже работаю. Я мама. У меня ученик во втором классе его заставила дистанционка. Первую неделю, да, у меня волосы стали дыбом. Я не знала, куда себя деть, потому что у меня с работы было миллион звонков. Тут ученику надо помогать, но где-то после второй недели обучения мы уже настроились на ЛАД. Он самостоятельно выходил на Белемленд сайт, включал уроки все, которые по расписанию, ставил на паузу, выполнял необходимость. Хотя он у меня гиперактивный, очень сложный ребенок. Выходил на сайт, выполнял. Потом я уже смотрю, он уже научился и кудель в КИЗ пользоваться, хотя я сама и не умела пользоваться, даже не знаю. И я подключила веб-вотсап. Вот это было спасение веб-вотсап, потому что смартфона у него нет. Я забирала его на работу, а учитель слал задание на ватсап. Поэтому вот веб-вотсап я ему включала, уходила на работу, и он брал, учитель скидывал задание, он копировал, скачивал, смотрел, выполнял, отправлял назад. Как детей заставить одевать шкуру? Не надо не заставлять школьную форму, заставлять носить дома. Я не говорила, что вы будете заниматься дома в школьной форме. Я сказала, в соответствующей одежде. То есть это не трусы, и это не пижама. То есть это может быть удобная футболка, какие-то удобные штаны, и всё. Дальше. Четвёртые четверти. Мы были согласны на всё, лишь бы закончить год. Но снова учебного года. Мы, родители, морально не готовы. Ну, тут всё возможное делается. Я вот не вижу пока конкретных, чётких вопросов. Я вижу негатив. Я понимаю, почему он есть. К сожалению, ничем здесь помочь не могу. Могу ответить на конкретные вопросы. Поэтому жду конкретных вопросов. Вот конкретный вопрос. Какая продолжительность урока, если в классе двое дежурных группы? Конкретный образ ответа дать не могу. Говорили о том, что уроки будут сокращёнными. Насколько сокращёнными? Пока конкретной информации МОН РК не дали. Сейчас ориентируемся на урок в 40 минут. Так. Очень много спама. Учащиеся, пожалуйста, я пытаюсь ответить на вопросы ваших родителей. И не могу в этом спаме что-то понять. Но тоже, да, будем говорить об ответственном отношении. Как будет проходить обучение казахского и английского языка, если язык не знаем? Тоже дистанционно будут проходить обучение, пользуясь теми материалами, которые будут выложены на порталах. И учитель тоже должен будет выходить онлайн. Не просто скинул и всё, и дети там сами как хотят учатся. Нет. Учитель должен будет выходить вот в такой формат, объяснять и общаться с детьми. Так. Как будут организованы дежурные классы? Занятия будут проводиться ежедневно или через день? Занятия будут проводиться ежедневно. Не через день, ежедневно будут заниматься. Также будут заниматься только некоторые, как и в традиционном формате, только будет делиться на подгруппу по 15 учащихся соблюдением санитарных норм. Нулевой класс будет учиться дистанционно? Да, дистанционно. Много было проблем с серверами. Да, было очень много проблем, никто не отрицает. Сейчас делается большая работа по подключению широкополосного интернета, усилению всех этих системных, как это всё называется, даже вам правильно, я не системный администратор, не информатик не скажу, но вот по улучшению всей этой связи вся необходимая работа проводится. В перчатках дети учиться не будут в дежурных классах, масочный режим будет соблюдаться, так как у нас сейчас он везде соблюдается. Почему КШИ? Ой, Господи, так, подождите. Почему КШИ? Учителя заставляют жить в школе. Есть ли такой закон, и родители заставляют сидеть? Никто никого не заставляют, тем более жить в школе. Это уже не понимаю, о чём вы говорите. Можно пересмотреть, что это не от меня зависит 11 класс, это Министерство образования принимает такое решение. Я информирую, даю рекомендации. Так, три ученика в семье, как обеспечить всех рабочими местами? Очень сложно, возможно, у вас это не получится, всем обеспечить рабочее место. Скорее всего, вы будете по очереди заниматься. Будет одно рабочее место, один ученик садится в одно время, другой ученик в другое, либо у одного ноутбука, у другого смартфон и так далее. Тут уже каждая семья, к сожалению, будет решать проблемы такие сама. Как можно качественно подготовить ребёнка к ЕНТ? Подскажите ещё раз платформы, где можно посмотреть. Ну, основной сайт – это тест-центр. тест-центр, тест-центр точка КИЗ, да, национальный центр тестирования. Это основной официальный сайт. Кроме того, конечно же, нужно пользоваться другими платформами, где есть, ну, вот школьники, тут есть тесты. Какие сайты вообще хорошие, образовательные, ну, кроме вот тех, что вы знаете, Блемленд, ОПИК КИЗ, Кунделик, ну, Кунделик, там больше организационный вопрос. OpenU.KZ – хороший сайт. OpenU.KZ. Немножко вот тоже видите у нас в интернет. Это образовательная платформа, где лучшие вузы выкладывают свои… Нет, это не тот сайт в Синдию. Сюда буквку надо добавить, чтобы вышел. OpenU.KZ. Это открытый университет Казахстана. OpenU.KZ. Также вот сайт есть ТВИК для КИЗ. Это вот при английском пошла писать, извиняюсь. ТВИК, блин. Тоже видеоролики очень интересные, качественные. Ну, вот OpenU вот запишите, пожалуйста, пока он откроется. ТВИК Блем.КИЗ. Так, дальше. Можем ли мы сменить Zoom на другую платформу? Да, вы можете заниматься в любой удобной для вас платформе. Звонили учителю с вопросом по КАЗИЯС. Учитель отвечал, я не дома. Позже перезвоню. Ответ в 11 вечера такой вопрос. Почему в учебное время учитель не на связи? Это неправильно. Конечно, учитель в учебное время должен быть на связи с учащимися. Это уже на совести каждого конкретного учителя. Можем ли вот перейти с Zoom на Discord? Можете перейти с любого. Не знаю, что это за платформа, но вообще вы можете заниматься на любой удобной платформе. Это стрим для городских или всех? Это можно любой слушать. Так, нельзя сделать, чтобы дети учились в школе по 15 лет в классе по основным предметам каждый день. Но это не от меня зависит, честное слово. Была бы моя возможность, может быть, и... Есть конкретные вопросы без спама. Уважаемые учащиеся, невозможно отвечать на вопросы родителей. Скажите, пожалуйста, про новую систему оценивания. Будет ли оценивание, как в прежние времена? Ну, первая информация, которая была о МОН РК, что теперь за оценивание по четверти введут в формативное оценивание. Сейчас эта информация уточняется, позже сообщат. Но она будет однозначно принята на весь учебный год. Независимо от того, первую дистанционно мы пройдем четверть, вторую нет дистанционно. Система оценивания меняется на весь учебный год. Обучающие сайты, которые были сделаны в Казахстане, они будут лучше работать. Да, однозначно они будут работать лучше, чем в четвертой четверти. Тут я могу 100% уверена быть. Я категорически против такого обучения. Как можно избежать? К сожалению, никак. Если вы не учащиеся первых и четвертых классов, вы только дистанционно можете учиться. Так, как выполнять задания по художественному труду, если дома нет материалов, магазины закрыты. Магазины с 17 августа открываются. Более того, они и сейчас открыты. То есть усиление у нас идет только на выходные дни. Закрыты только крупные супермаркеты, типа Ситимол, Ситимол, все остальные маленькие магазины, все открыты. Можете, если есть возможность, у меня вот тоже нет возможности сейчас куда-то сходить, что-то купить в школе своему ребенку. Буду отпрашиваться с работы. Я думаю, руководство поймет и отпустит. Так, ну вот больше я вот... Вопросы повторяются каких-то других конкретных. Будет ли домашнее задание? Будет учебные задания давать, да, учитель, но он не будет называться домашним заданием. Учебные задания для самостоятельного выполнения даваться будут. Ребенок переходит в пятый класс. Новый учителя. Как помочь адаптироваться ребенку? Здесь, конечно, нужно будет обратиться к школьному психологу. Школьный психолог тоже должен провести вот такие онлайн выходы, связь с родителями для того, чтобы объяснить вопросы адаптации. Так, можно подробнее по работе дежурных классов. Учащиеся с пятого по одиннадцатый класс будут работать дистанционно. Первый, четвертый по заявлению родителей в дежурном классе. По 15 человек с соблюдением санитарных норм. В дежурных классах, ну, все будут предметы вестись, пока такая информация. С кого брать расписку за нанесение ответственности за здоровье детей? Ну, не могу ответить на этот вопрос. Решается ли вопрос по качеству интернета? Да, сейчас ведется все возможные работы со стороны управления, образования, министерства образования, министерства информации, чтобы по возможности охватить всех широкополосным интернетом. Так, ну, вроде так, если учитель будет вести три группы, оплата будет у него в три раза больше, нет оплаты в три раза больше не будет. Ну, вопросы остальные, я так смотрю, повторяются. Как будет обучение? И вот очень сложно из-за спама, повторяю, вообще находить какие-либо вопросы. В общем, коллеги, сейчас я копирую весь чат. Ну, естественно, спам я удалю потом. И направляю ваши вопросы в колл-центр управления образования. Ой, так, вот тут я увидела вопросы. Правда ли, что дежурные классы должны заниматься в масках и перчатках? В перчатках нет, в масках масочный режим соблюдаться будет. Ну, естественно, где-то, если где-то спустить маску. Мы же тоже вот сейчас масочный режим все соблюдаем? Соблюдаем, но все целый день, в день иношный вот так вот закрытый сидят в масках. Нет, то есть, ну, санитарные нормы надо соблюдать. Но где-то что-то отпустить, конечно, это, я думаю, будет решаться в каждом классе с учителем. Вы за это не переживайте. Так, мой ребенок идет в первый класс. Может ли кто-то принудить учебе в штатном режиме? Нет, не может. Никто вас приучить принудить к учебе в штатном режиме, если вы переживаете за здоровье ребенка. Будет ли девятый класс издавать экзамены? Ну, пока тут изменений пока нет. Если что-то изменится, сообщат дополнительно. Так, если ребенок с пороком сердца, мы в зоне риска, мы одни можем на дистанционку уйти? Да, вы можете одни уйти на дистанционку. Как долго будет дистанционка? По мере улучшения эпидемиологической ситуации. Можете ли вы писать отказ от работы? Я так понимаю, в дистанционных классах? Да, можете учиться дистанционно. Если ребенок обучается со второй смены, правомерно ли требование учителя издавать задание до 15.00? А в прошлое четверть учителя утром скидывали. Но это вот тоже нет, не правомерно. Вот наш учитель, например, до 12 ночи принимал задание без проблем. То есть это вот каждый учитель сам устанавливает, но именно правомерность. Нет, вы можете издать задание позже. Ну вот специальные учебные заведения, как будут учиться дети ШОДИ. То есть также с первого по четвертый дежурные классы, с соблюдением санитарных норм и так далее. Можно ли отменить труд физкультуру? Так как задания там бесполезные. Я так не могу... Я не считаю, что там задания бесполезные, без физкультуры и без физического труда. Но тоже человек никогда не был бы человеком. Можно ли отменить... Так, это мы уже пересчитали. Не будет работать столовая. Ну, тоже это для уменьшения риска заболеваемости. Это тоже вынужденная мера, не потому что кому-то взбрело в голову. Так, ну опять вопросы пошли повторяться. Только ли я обрадовалась, что тут вопросы. В общем, я копирую еще раз чат, убираю весь спам, отправляю вопросы в колл-центр. Они будут разосланы ответственным по дистанционному, то есть в виде вордовского текста. Вопрос-ответ. Учителя предоставят вам эту информацию. Вот я пишу вопросы в город. Мы так по каждому району делали, копировали вопросы с чата. Я сейчас уберу спам и направляю. Ну, мы как и ожидали, что город будет более активным, это естественно. Более негативным, это тоже естественно. Тоже новости нет. В любом случае, спасибо за участие, за подключение, за то, что задали вопросы. Возможно, вы получили на ответ, на какие-то, возможно, так и не услышали ответы. В любом случае, будем отправлять в колл-центр. И дополнительный вебинар будет проведен в понедельник. Большое спасибо за подключение. Продолжение следует...